Сезон охоты на браконьеров в самом разгаре. Неудивительно. Рыба пошла на нерест, а нечестные рыбаки на дело. На воду они выходят, как говорится, во всеоружии. Чаще всего используют сети. Подобные снасти появляются в самых богатых дичью местах. Стоит ли говорить, что сейчас в период нереста ущерб колоссальный? Правда, и госинспекторы мониторят ситуацию и оперативно реагируют. В их сети попали браконьеры из Меорского и Мозырского районов. Карина Пашкова продолжит тему. В Мозырском районе так называемые рыбаки орудовали на водоеме у деревни Балажевичи. Рыбачили сетями. А место для расстановки снасти выбрали не случайно. Это вход в Затон, куда, отмечают специалисты, рыба идет из Припяти на нерест. В небольшой, казалось бы, сетке, размером всего 55 метров, запутались 17 лещей и жерех. Вес рыбы составил 27 килограмм. Поделив добычу пополам, нарушители отправились к дороге с мешками. Там их и остановили инспекторы нашей Мозырской инспекции. Сети и лодку позже нашли на берегу. По факту незаконные рыбалки уже возбудили уголовное дело. Фигуранты свою вину признали. Им предстоит возместить ущерб. Около 5000 рублей. Кроме того, мужчинам может грозить штраф или лишение свободы. Это будет известно после суда. Отметим, на Гомельщине с 20 марта действуют некоторые ограничения на лов рыбы. И такса за незаконную добычу в этот период возрастает в три раза. На Витебщине нерестовый запрет начнет действовать только с 10 апреля. Однако есть некоторые виды водных обитателей, ловить которых нельзя уже сейчас. Например, щука. Эта рыба идет на нерест раньше, потому запрет на ее добычу уже действует по всей стране. Хотя некоторые рыбаки это правило игнорируют. И в данном случае хороший улов приносит им скорее большие убытки. Как пример, двоих браконьеров стражи природы задержали на озере в Миорском районе. Ловили они щуку. Рыбалка с размахом. Для хорошего результата расставили по водоему сети. У одного в рюкзаке за плечами было 16 щук весом более 10 килограмм. У другого 28 щук весом 16 килограмм. Сети длиной общей более 100 метров установили обратно в воду. Их позже обнаружили в водоеме. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело. Причиненный вред составил более 9 тысяч рублей. Очевидно, что рыбалка с сетями несет ее участникам больше проблем, чем гордости за улов. И этой весной госинспекторы дали шанс сетевикам сдать запрещенные орудия лова добровольно. Это позволит избежать ответственности за их хранение. Карина Пашкова, Илья Максимов, Зона Х.